Добрый день! Добрый день, участники конференции! Меня зовут Татьяна Бурцева. Сегодняшнему вашему вниманию я представлю свою презентацию, которая основана на реальном случае, который произошел со мной на нашем предприятии. Название этой презентации – построение системы интертипных отношений в малых группах, применение соционического анализа для эффективной работы менеджера по персоналу. Да, немного о себе. Я уже порядка 15 лет работаю в сфере персонала и порядка 10 лет я уже использую в своей работе соционический инструмент. Да не только в работе, а, наверное, еще и в жизни я использую соционический инструмент. Так вот, в названии моей презентации упомянуто слово «эффективная работа». Что такое эффективная работа менеджера по персоналу? Это, наверное, найти нужного, правильного сотрудника на открытую вакансию и сделать так, чтобы этот сотрудник как можно долгий период оставался на рабочем месте, был эффективным, был результативным и, наверное, комфортно себя чувствовал на своем рабочем месте. Вот эта такая задача становится перед менеджером по персоналу. Какие задачи я ставлю перед собой в работе? В настоящий момент они у меня под планами разделены. Основных пять задач, конечно же, где-то они становятся меньше, где-то их больше. В данном случае это было определение типов информационного депаризма всех сотрудников отдела. Это определение аспектов информации существующих рабочих мест на соответствие возможным реальным тимам. Это анализ соответствия тимов сотрудников аспектов информации существующих рабочих мест. Это создание модели интертипных отношений сотрудников отдела для выявления причин нарушения информационного взаимодействия. И в конечном итоге это разработка комплекса рекомендаций с вариантами решения задач в рамках конкретного сотрудника, который обратился к нам для как раз-таки сокращения текучести персонала. Так вот, про тот случай, который я упомянула в начале своей презентации. В один из дней, рабочих дней, к нам дверь в службу персонала открылась, и к нам зашла сотрудница с коробочкой конфет. Ну, к коробочке конфет сладкому всегда люди рады, мы тоже очень рады. Вот, долой диету. А причина, по которой этот сотрудник появился в нашем кабинете, нас отнюдь не порадовала. Сотрудница собралась увольняться. Сказать, что это было гром среди ясного неба, не сказать ничего. Потому что сотрудник достаточно эффективный, работал в предприятии недолго, она работала у нас два года. Но вопросы к ней были, конечно же. Немного про то предприятие, на котором я тружусь. Предприятие достаточно крупное, оно на рынке достаточно известное города Воронежа. Работающего персонала порядка трех с половиной тысяч человек. Двумя основными направлениями деятельности занимается это предприятие. Это недвижимость, это создание как коммерческой, так и жилой недвижимости. Это последующая продажа, последующая эксплуатация. И вторая операторская деятельность на территории этих коммерческих блоков. Это развитие услуг фитнеса, развитие услуг общественного питания и развлечений. Вот тут сотрудник, назовем ее Светлана, далее ее так и буду в схемах помечать. Она работала у нас в отделе аренды торгово-развлекательного центра. Вообще отдел аренды торгово-развлекательного центра это сердце торгового центра. Это сердце, наверное, коммерческой недвижимости. Потому что цель отдела аренды это максимальное повышение стоимости и доходности объектов ТРЦ. Проще говоря, это не один квадратный метр не должен пустовать, он должен приносить доход. Отдел аренды, в котором трудилась Светлана, он двумя направлениями. Основным занимается направление брокериджа. Это найти потенциального арендатора и подписать с ним договор. Так, чтобы этот арендатор оставался длительный период на территории коммерческой недвижимости. Совершал платежи и так далее. То есть повышал доходность. Здесь ведется большой блок сопровождения деятельности арендаторов в этом отделе аренды торгово-развлекательного центра. Немножко промахла Светлана. Я обозначила ее, что она обращалась в отдел персонала, решила уволиться. Причина, которую называла Светлана в причину увольнения, это какое-то негармоничное состояние в этом отделе. Что она испытывает большое эмоциональное напряжение. Вот с ее слов она говорила, что в кабинете всегда чувствовалась атмосфера неприятия, не было желания говорить и общаться. Я не ожидала оказаться без поддержки, ну и совсем не давались алгоритмы работы. Ощущалось эмоциональное воздействие в каждой фразе. Почему я упомянула новый отдел? Потому что Светлана хоть и в компании работает два года, она последние шесть месяцев работает в этом новом отделе, то есть она переведена в этот отдел в связи с реструктуризацией на предприятии. По характеру Светлана исполнительна, малоэмоциональна, ответственна, результативна. И, конечно же, в связи с переводом она нуждалась в адаптационных мерах по вводу в должность. Беседуя со Светланой, я, конечно же, учитывала ее тип информационного метаболизма. Надо сказать о том, что когда сотрудник поступает к нам на работу, он проходит метод интервью. Метод интервью, он заполняет анкету. Вот в этот метод я органично вплетаю всегда вопросы по соционическому опроснику. И я уже на этапе отбора, отбора персонала, на этапе рекрутинга, прекрасно понимаю, с каким человеком, каким информационным метаболизмом обладает этот человек. Ну, здесь вот используется метод интервью. И в течение рабочей деятельности этого человека я, конечно, за ним наблюдаю. Метод наблюдения очень хорошо срабатывает. То есть я либо подтверждаю тип его, либо он меняется на, допустим, я, может быть, где-то неправильно его верифицировала на каком-то из этапов. Что для этого использую для верификации типа? Это, конечно же, модель А. Модель, которая помогает нам, вы ее далее увидите в схемах, она помогает очень хорошо работать, практически математически работать с этой моделью, моделью А, типа, каждого типа. Что еще я выделяю? Аспектно-диктамический метод определения ведущих информационных аспектов и психические функции человека в парах. На чем основан этот, да, на чем эти методы мои основаны? Там метод наблюдения, о котором я говорила, метод интервью, это тесты-опросники, различные рисуночные тесты. Так, конечно же, в своей работе я использую таблицу и описание характера интертипных отношений. По типу Поберну-Букалову и по типу Побукалову-Гуленко редко для, наверное, уточняющих каких-то моментов, когда вообще идет какой-то перекос в человеке, да, когда требуется разобраться в его личности, но тогда, наверное, этим я пользуюсь. Так, также используются характеристики информационных аспектов в функциях модели А, для рекомендаций по мотивации, там, по установкам на вид деятельности и другие. Беседуя, продолжая, возвращаясь к беседе со Светланой, я предложила на тот случай, который сейчас является для нее достаточно таким критичным, доведшим ее до написания заявления об увольнении, я предложила ей рассмотреть это все с социальнической точки зрения. Мы сели с ней и прописали схему, определенную схему интертипных отношений, которые складываются в их объеме. Я знала состав этого отдела, да, я уже ранее упоминала, что каждый отдел, который является мне подконтрольным, типы сотрудников верифицированы. Так вот, какая получилась у нас структура этого отдела? А, руководитель, он принадлежит к типу Есенин, а это значит, что он интуитивный, этичный, интровертный и иррациональный тип. В Б менеджер помечено красным, это как раз таки тот, та сотрудница Светлана, которая обратилась ко мне. Она принадлежит к типу ГБМ, а это значит сенсорный, логичный, интровертный и иррациональный. Менеджер В, это ЮГО, это второй менеджер, этичный, сенсорный, экстравертный и иррациональный. Это как раз тот менеджер, с которым не складывались отношения у Светланы. И ГМ менеджер принадлежит к типу ГЕКСЛИ, а это значит интуитивный, этичный, экстравертный и иррациональный. Чем удачный соционический анализ? Он описывает не только тип информационного метаболизма каждого человека, в данном случае сотрудника, но еще и помогает составить некоторую схему, либо модель отношений, которые складываются в этой малой группе. Вот здесь, как раз таки на этой схеме, мы наблюдаем, можно просмотреть, какие отношения складывались в этой группе. И, зная, какие из отношений являются здесь достаточно напряженными, можно сделать определенные соционические выводы. Так вот, проанализируем отношения, которые сложились между А. руководителем и Б. менеджером Светланы. Эти отношения называются отношения суперэго. Эти отношения такого отношения взаимного уважения. Каждый из пары в отношениях суперэго пытается быть похожим на своего суперэжника и пытается играть социальную роль другого типа. Ну, в этом случае Светлана очень хотела быть похожей на своего руководителя. Быть таким же предусмотрительным, в меру эмоциональным, ровно реагировать на какие-то стрессовые ситуации. В свою очередь мы знаем, что тип Есенин всегда в социуме хочет выглядеть достаточно таким типом, который любит комфорт, который любит быть в таком неспешном состоянии, в состоянии вдумчивости такой и носить маску логичного человека. Ну, вот Аугуста Новичутия говорила про эти отношения так, что при встрече кажется, что за спиной крылья выросли и можно горы свернуть. Действительно, эти отношения, они отношения такого вдохновляющего отношения. Ну, и отношения, если рассмотреть как социальную роль, то менеджер-подчиненный всегда хочет походить на своего руководителя. На дальней дистанции эти отношения, отношения уважения, ну, а какие могут быть еще отношения между руководителем и его подчиненным? Конечно же, отношения на такой дальней дистанции. Следующий, да, здесь вот как раз-таки мнение Светланы о руководителе, который подтверждает, что очень уважительно относится к этому человеку, с типом Есения, к руководителям. Стиль руководства, авторитет, основанный на личностных качествах, а это порядочность, профессионализм, уважение к сотрудникам. Наш руководитель знает сильные стороны каждого и распределяет работу, исходя из них. Мудрость как житейская, так и профессиональный опыт. Выдержка в напряженных моментах. Вот этому прям надо у него поучиться. Вот на этих словах я остановлюсь, потому что как раз человек хочет быть похожим на этого человека. Следующий тип отношений, это отношения, которые сложились между двумя равноценными менеджерами, между менеджером с типом Гюго и менеджером с типом Гексли. Здесь отношения социального заказа. Отношения относятся к несимметричным отношениям. В этих отношениях всегда заказчик, в данном случае в Гюго, он всегда более значим, нежели подзаказный. И вот эти отношения такого неравноценного всегда заказчику, что-то не хватает подзаказным. Воспринимает его как своего нерадивого ученика. Фамилия достаточно активно развиваются. Ну, благоприятные. В работе они не вызывали никаких нареканий. Жалоб от них не поступало. Да и, в принципе, в отношении пары заботливой, в данном случае Гюго и инфантил Гексли, ощущалась как такая полноценная забота. Да, в этих отношениях еще можно сказать так, что в этих отношениях две невозможности существуют. О просьбе передатчика забыть, о просьбе приемника вспомнить. Следующий тип отношений. Эти отношения складываются между руководителем и менеджером Гесениевым и Гексли. Эти отношения называются отношения погашения или полной противоположности. Здесь два мнения, которые, наверное, как оборотная сторона Луны, что называется. В данном случае отношения между руководителем и менеджером. Руководитель, как грамотный руководитель, принадлежащий к этическим типам, всегда учитывал мнение своего противоположника. То есть всегда он прислушивался к мнению своего подчиненного. Хотя на ближней, так сказать, дистанции это такое действительно взаимное погашение. Да, когда в паре общаются эти люди, они достаточно интересны друг другу. Как только возникает третий человек в этой паре, то есть появляется кто-то третий, в этой паре, то есть появляется кто-то третий человек в этой паре.